Доброе утречко. Всем привет, ребят. Собралась снимать влог. Думала батарейки сейчас не будет у меня. Оказывается, одна запасная есть. Девчонки попросили кашку молочную рисовую. И тут у меня курочка. Не курочка, а грудка индейки в сливках. Нравится очень. Красивая волшебная игрушка. Фокус-покус. Опа. И это другая игрушка. Только кто? Какое? Что это за зверь? Непонятно. Это рисунок пискало. Рыбка? Да, это рыбка. Рыбка не похожа на рыбку. Да, смотри. Все, иди давай в школу. Сегодня Каролина похожа в школу. Она утром к врачу ездила. Все, я положила туда. Давай, собирайся. Едем работать. Вот нужно ей идти всего лишь на 40 минут в школу. Зачем? Не понимаю. Сказали, все равно прийти. Тепло на улице? Да. Окей. Пока. Пойдем, потом приехали. Купили подарок? Наш первый арбуз в этом году. Это... Откуда арбуз? От... Де донде? Де... Маррокко. Мир, это бьет? Маррокко. Да. Да, пойдет. Сколько он стоит? Который? 36. Ага. Это сегодня. Сегодня Макс идет на день рождения. Подарочек такой. Увидимся скоро через 40 минут. Я покажу, что я навязала нового. Я не знаю, показывала вот этого зайку или нет. Может быть и показывала. Но, в общем, к нему идет... Где это? Где к нему идет... В общем, такой зайка. Это наборчик. Вот такой зайка и держатель для соски. Вот. Тоже вот эти шарики обвязываю. Вот такой вот. Это я сегодня довязала черепашку. Вообще-то она была без воротничка. И мне как-то показалось, что чего-то не хватает. Вот тут одни плавнички в такой же расцветке. Вот такого мишку тоже связала. И держатель для соски. Такой. И к нему, вот к жирафу, мне тоже нужно сделать держатель для соски. Потому что у меня один без ничего. Вот. И все. И сейчас я вяжу цыпленка. Я... Вот. У меня вот есть такая вот заготовка. Но она не доделана. Мне кажется, сюда нужно голову цыпленка пришить. Тогда будет уже такой грызунок и погремушка. У нас сейчас очень сильное цветение. У Макса с Каролиной... Ой, у Макса с Ксюшей. Сильная аллергия. У них всегда каждый год, каждую весну, когда начинает все цвести, у них начинается насморк. Глаза чешутся. Эй, что ты делаешь, а? Вот что ты делаешь, скажи? Вот что ты делаешь? Наглый кот. Наглый кот. Очень наглый. Дай, вон. Очень наглый кот. Что это такое? Уйди. Иди, говорю. Первый пришел. Сразу за посылку. Я ему обувь заказала. Нага растет так быстро. Красивая. Красивая. Панели, вид шестой. А почему тут... Она светится? Нет, не светится. А это что? Это надо? Это наклейка. Ребенок уже 3,6 размер носит. Восемь лет. А сейчас я большой. Почему это еще огромный? Все? Нравится? Это оттуда, это оттуда. Оставляешь? Оставляю. Ну пока они чистые, дома ходи. Ну они чистые? Пока чистые. Бумажку вытащи оттуда. Это маленький, это 35-й. Нужно обратно отдать. А этот оставляем. 36-й. Бузик разрежем. Мама. Интересно, вкусный он, не вкусный? Можешь меня отнести? Нет, не могу. У меня нет машины. Папа на машину уехал. Ой. Попробуем. Треснул. Слышишь, как трескается? Если трескается, то должен быть вкусный. Ого. И шкурка, видишь, не толстая, хорошо. Давай, один вот этот оставим. И мальчики. Вот видишь, у нее вот эта вот шесточка такая широкая? Очень. Значит, девочка. Ну это нам так говорили всегда. А если такая вот... Маленькая? Маленькая, да. Это мальчик. Это мальчик. Ну девочки очень редко попадаются. Всегда обычно мальчики. Прям очень вкусный. Да? Наш подписчик просит показать машинки Макса. В общем, я покажу те сейчас, которые еще более-менее в хорошем состоянии остались. Потому что все остальные уже все. Они уже там разобранные, без колес. Поломанные. Такая вот машинка. Тоже, видите, уже разбито стекло. Вот такая вот. Вот еще тоже целая осталась. Более-менее в хорошем состоянии. Все остальные машинки уже без колес. Вот видите, тут уже поломано. Все открываются. Вот такая вот. И вот эта вот машинка. Тоже она уже вся поцарапанная, побитая. Вот, раньше у него было много. Но больше у него, ему раньше нравились модельки маленькие. Выполнила просьбку, показала машинки. Но это не вся коллекция, конечно. Я говорю, что это более-менее в таком приличном состоянии машинки. Так, все. Макус на месте. Домашние сделали. Карандашики. Как нету черного? Зачем тебе черные глаза, Карина? У тебя сейчас урок. Алло, ты чего? Нет, черные глаза не надо. А зачем тебе черный? Что ты будешь черным подводить? Здесь тоже нет черного. Это не черный, это зеленый. Хватит. У тебя сейчас урок. Потом урок закончится, потом накрасишься. Ладно? А у меня уже видно. Это глазки красивые, яркие. Зачем тебе еще красить? Тебе надо даже не красить. Нет, у меня уже не такие. Но я сейчас не накрашенная. Я не накрашенная сейчас. Нет. Это татуаж? Это татуаж. Ты что, не знала, что ли? Давай, садись, мадам. Сейчас учитель подключится, а тебя нет. Садись, быстро. Подожди. Все. За что дело? Маргарита будет... Она такая хитрая, залазит к Маргарите в шкаф, забирает у нее футболки, пока Маргоши нет дома. И надевает их в школу деловая. Но это не твоя одежда. Мне это все надо. Это не твоя одежда. Мне только это надо. Это розовая, только мне нравится, когда тут ничего нет. Вот как вот это, ничего нет. Она тебе большая. Садись. Вешай, вешай, вешай. Я это сейчас надели. Нет, сейчас жарко, Каролина. Так, мы съездили за продуктами. Сегодня будем делать один тортик. И завтра будем делать другой, чтобы он был более свеженький. В общем, как обычно. Овощи, фрукты. Все, ничего интересного, ничего нового было. Какой-то сыр взяла. С плесенью? Она ест сыр с плесенью, что ли? Мы не едим такое. Или Ксюша ест? Ксюша ест. Вчера еще купил Лео клубничку. Она вообще невкусная. Видите, я не съел. Она пропала. Вкуса никакого нет. Вкус травы. Так, ладно, мед я взяла для медовика. Я не знаю, есть у нас мед или нет. У нас нет. Нет меда? Ну вот, хорошо, я взяла. Мне очень хочется поддержать один проект, который называется «Другие люди». Этот проект призывает зрителей проявлять заботу и активно участвовать в жизни тех, кому нужна помощь. Например, дети-сироты, пожилые люди, молодые мамы, дети-инвалиды и не только. Героями этих фильмов являются люди с большим сердцем и с большим опытом жизни. Они посвящают свою жизнь помощи тем, кто не в состоянии справиться сам. В одном из фильмов освещена очень важная тема, связанная с приемными детьми. «Точка будущего. Наши дети» – фильм, который глубоко раскрывает различия в жизни детей, оставшихся в детских домах и тех, кто был усыновлен. Съемки этой истории проходили в образовательном комплексе с поселком для семей с приемными детьми в Иркутске. Я решила поддержать этот проект. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите и посмотрите этот фильм. Чего себе у вас тут раскраска 10-метровая. Я это. Вы все еще динозавров раскрашиваете, но у нас такая уже старая эта раскраска давным-давно уже. И вы еще не раскрасили. Дети гуляли на улице и пошел дождь. Я себе сделала такую установку – каждый день вязать по одной игрушке. Вчера я связала вот такого утенка в течение дня, но он у меня еще не закончен. Вот такая вот голова. Нашла я в инстаграме пост. Мне очень понравился этот утеночек. Такой, знаете, наполняется только лапки и голова. Туловище, крылышки, они должны быть пустыми. Мне осталось пришить голову. И вот такой вот утеночек получается. Он как, я не знаю, как он точно называется, с плюша или, в общем, как-то. С таким утенком спят. Вот такая вот утя. Можно такого же сделать зайчика. Тело одинаковое, другие лапки и голова немножко другая. В общем, завтра буду вязать еще, наверное, зайчика. Пришить нужно голову, сфотографировать. Мне очень понравилось. Такого типа игрушка понравилась очень. Тут еще такие вот молосики. А что там Ксюша делает? Что ты делаешь? Затапливает? Точно. Может, елку тоже убрать? Смотри, с одной стороны она вся высохла. Она тяжелая. Смотри, там везде мусор валяется. Там они даже палатку засунули в эту. Что у нас тут еще промокает? Вот эту тоже цветочек надо убрать. Смотрите, он как у меня сгорел. Я вытащила на улицу, и он сгорел. Хотела сделать как лучше, а получилось как хуже. Спалила листочки. Пашки раскрываются. Это я их сажала в прошлом году. Если не в позапрошлом. Уже не помню. Ромашки скоро будут у меня тут. Так, ладно. Будем делать, как всегда, медовик. Сегодня. И завтра другой тортик. Все, достаем, что нам надо. В два раза больше я буду делать. По рецепту он маленький получается. Такой вот, низенький. А я хочу большой, высокий. Да? Ромянный цвет. Да. Так, теперь маслица. Сколько там написано? Пока что-то скупался. Доброе? Доброе утро. Привет! Тортик, который придумала Ксюша, это просто такая у нее фантазия необычная. Но мы его будем завтра делать. Я вам его потом покажу. Ааа! Почему ты думаешь, что он не должен кастрю? Ну, ну да. Просто так. Тематика. Кто не допил? Тематика торта. Шрек. Будем делать тортик Шрека. Кто-то украл мои эти. В этот раз я хочу попробовать на вот этом коврике. На тефлоновом. Формочка? Не, не хочу. Хочу вот так вот. Раньше я очертила на пергаментной бумаге круг. А сейчас я просто на глаз так сделаю. Так получится. Ну что, все, коржики у меня готовы. Это последний. Скорее всего он пойдет на крошку. Вот. Только не знаю, сколько штук получилось. Я взбила сливки 35% и теперь буду добавлять сыр маскарпоне. Здесь у меня сколько? 250 грамм. Две баночки я добавлю. Тихо, 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 Лена! Тихо! Съемка призвалась. У нас тут происшествие. Макса крутили на стуле и ударили. Видите, прям об угол стола. Там они не крутились. Становили кровь, заклеили. Ну ничего, он живет. А я, я уже начинаю мазать тортик. Кремом. А папа, иди хвостом на солнце, мне вы якоса. Прям дырка у него там вот так вот. Закрыли и заклеили. Тортик готов. Решила украсить ягодками цифру 13. Все, так, убираем в холодильник. Пусть настаивается до завтра. За кого болеешь? Швиц. Мне нравится больше Швейцария и Шведы. Маргоша уже не выдержала, ушла. Мы втроем сидим. У нас еще папа там сидит, но он своими делами занимается. Я пока смотрела, сидела, вязала. Смотрю. Голову Зайчика почти связала. Одно уничка только осталось. Шведы выиграли. Ладно, все. Пойдем мы спать. Время уже полвторого. Илька. Кайфуша. Все, ладно. Завтра много дел. Завтра Макс еще играет в футбол. А мне завтра еще один тортик делать. И так что все, ребятки, давайте всем пока. Спокойной ночи. И до следующего влога. Пока.